МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты 1-го Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Медной столице региона 60 лет. Кто поможет пострадавшим женщинам от бытового насилия? Палата предпринимателей решает обратиться в прокуратуру. 2014 год стал богатым на юбилей для Карагандинской области. 20 сентября Жизказган отметил свой юбилей. 60-летие Жизказгана – это точка отсчета на пути к новым достижениям. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков побывал с рабочей поездкой в Жизказгане и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию города. Хотел бы подчеркнуть, что этот юбилей – большое событие не только для вас, но и для всех жителей Карагандинской области, которые вместе с вами радуются вашим успехам в социально-экономическом развитии. Мощно и торжественно прошли праздничные мероприятия на Жизказганском стадионе. Это было не просто развлекательное шоу, а историческое действие, в котором поэтапно рассказывалось о становлении города. Шесть десятилетий, прошедших с того времени, когда рабочий поселок Большой Жизказган был преобразован в город, отмечены бурным развитием экономики и прежде всего, конечно же, цветной металлургией. Тем самым создавался мощный промышленный потенциал, который работал на всю страну. Вместе с развитием производства строилось жилье, больницы, школы, детские сады, учреждения культуры, спорта, объекты жилищно-коммунального и бытового назначения. Влагоустраивались и хорошели улицы, площади, парки и скверы. Большое внимание Жизказгану уделяет президент страны, лидер нации, нашултан Абишевич Назарбаев. Глава государства неоднократно бывал здесь во время рабочих поездок в Караганинскую область. По его поручению правительством разработан комплексный план социально-экономического развития Жизказгана, Сатпаева и Улытауского района. Построена железная дорога до Бенео. Благодаря этой магистрали Жизказган стал транзитной станцией республиканского и международного значения. Нурмухаммед Абдебеков вручил почетные грамоты и благодарственные письма Акима области группе жителей Жизказгана за вклад в развитие города. Со слабыми поздравления на торжественном собрании также выступили председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай и депутат мажориса парламента Республики Казахстан Арман Кожахметов. Аким области посетил юрточный городок и осмотрел экспозицию, рассказывающую об истории становления казахского ханства, а также оставил памятную запись в специальной книге пожеланий к юбилею Жизказгана. Рабочая поездка завершилась в городе Садпаеве, где глава региона ознакомился с ходом строительства двух квартирных жилых домов. В Карагандинской области в этом году реализуют 10 инвестпроектов в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Об этом в ходе совещания, проведенного главой региона Нурмухамбетом Абдебековым, сообщил руководитель управления промышленности Тулеген Игембаев. На совещании, проведенном главой региона Нурмухамбетом Абдебековым 22 сентября, было объявлено, что за годы реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития главой региональный продукт Карагандинской области увеличился с 1,9 до 2,7 триллиона тенге. На сегодняшний день в карту индустриализации страны от области включено 80 инвестиционных проектов стоимостью чуть более 500 миллиардов тенге с созданием свыше 12 тысяч рабочих мест. В текущем году реализовано 4 проекта до конца года. С учетом актуализации планируется запустить еще 6 проектов общей стоимостью более 25 миллиардов тенге, на которых будет создано 759 новых рабочих мест. До конца года планируется включить в карту индустриализации дополнительно 13 проектов на общую сумму более 121 миллиарда тенге с созданием 2045 новых рабочих мест. С учетом критики, высказанной главой государства во время рабочего визита в регион 30 августа этого года, проведен детальный анализ деятельности специальной экономической зоны Сары-Арка, начата работа по актуализации всех зарегистрированных участников СЭС. В рамках второго этапа индустриализации в 2015-2019 годах планируется кластерное развитие горно-металлургической отрасли, агропромышленного комплекса строительства, машиностроения, химической промышленности и фармацевтики. Вместе с тем Акимобласти отметил, что в реализации государственной программы ФИИР имеется ряд недостатков, причина которых – отсутствие контроля со стороны Акимов городов и районов руководителей управлений. Как результат, имеют место и низкие показатели индекса физического объема производства в обрабатывающих отраслях, снижение объемов инвестиций в обрабатывающую промышленность проблемные некачественные проекты карты индустриализации. Для устранения этих и других недостатков Турмухабет Абдебеков дал ряд поручений соответствующим службам. Участники совместного заседания Советов по защите прав потребителей Национальной палаты предпринимателей и палаты предпринимателей Карагандинской области приняли решение обратиться в областную прокуратуру с вопросом об инициировании проверки деятельности местных исполнительных органов. Поводом послужило множественные нарушения законов, мешающие развиваться предпринимательству региона. 10 сентября в Астане на расширенном заседании Совета по защите прав предпринимателей Национальной палаты предпринимателей Казахстана было объявлено о том, что заседания Советов будут проводиться в регионах. На первом заседании в Караганде обсуждались системные проблемы предпринимателей региона. Как отметил член Президиума Национальной палаты предпринимателей Талгат Доскенов, меры, принимаемые правительством для развития бизнеса, беспрецедентны. Льготное кредитование, упрощенный порядок получения разрешений, мораторий на проверки, новый подход к системе проверок – все это отличные условия для ведения предпринимательской деятельности. Но! За последние 7 лет доля малого и среднего бизнеса во внутреннем валом продукте страны так и не вышло за пределы 16-18%. Поэтому мы все задаемся вопросом, чем причина? Почему такие грандиозные условия для развития предпринимательства не дают желаемого результата? Проблем у предпринимателей оказывается множество. Порой им отказывают в предоставлении земельных участков. Они не могут осуществлять строительство по причине отсутствия плана детальной планировки и архитектурно-планировочного задания. Могут возникнуть самые разные препятствия при реализации государственных программ. На совместном заседании были приведены конкретные примеры, когда предприниматели годами добивались разрешения своих вопросов, которые можно было решить, что называется, не отходя от стола чиновника. ТО «Амир» с 2005 года пытается добиться получения земельного участка, каждый раз получает отказ по различным основаниям. С 2012 года он может реализовать проект, одобренный Координационным советом «Крестьянское хозяйство Аргымак» из-за противоречий между управлением строительства и управлением промышленности и предпринимательства. Казалось, точечные случаи, но их немало. Это требует активизировать работу Палаты предпринимателей области. Пора работу по защите прав предпринимателей ставить на системную основу, более глубоко изучать проблемы, которые сам бизнес решить не может. Участники совместного заседания в случае подтверждения фактов нарушений прав предпринимателей решили обратиться в дисциплинарный совет области с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц в дисциплинарной ответственности. Сергей Высокосов, Хайрат Рашидов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal – Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный Сегодня в нашу редакцию обратилась за помощью женщина, мать шестерых детей Которая подвергалась бытовому насилию почти 20 лет И не выдержав, сбежала от страшного кошмара Бутогоса Бельдинова родилась и жила в Карагандинской области Вышла замуж за жителя Южно-Казахстанской области и уехала туда жить 20 лет супружеской жизни для нее прошли мучения и издевательства со стороны супруга Ее муж часто выпивал и каждый раз занимался избиением и руганью Бил ее кнутом и скалкой Подвергал сексуальному насилию И все это происходило на глазах детей Дали от дома жаловаться было некому И он пользовался этим А обращаться в правоохранительные органы было страшно из-за боязни мужа У нее не было другого выхода, либо умереть от побоев или сбежать Мне надоело терпеть, сколько можно терпеть Вы наверное слышали по новостям, что мужчина и в Южном Казахстане оставил сиротами шесть своих детей Жег свою жену в бане Неужели мне тоже ждать этой участи? Помимо издевательств мужа, часто свекровь ругала и проклинала ее и своих внуков Со слов дочери, с пяти лет они ухаживают за ней Стирают ее вещи, относят ей кушать, убирают комнату Но от нее не услышали доброго слова Сейчас Батогоса Бильдина проживает у родственницы В двухкомнатной квартире с пятью детьми Старшая дочь студентка учится в Астане и находится там Второй дочери 15 лет, а младшему сыну 5 Дети сейчас дома Из-за отсутствия прописки они не могут учиться в школе За помощь она обратилась в центр помощи пострадавших женщин От бытового насилия ГИАЦ Но центр не может прийти ее по объективным причинам Оказывается, пять лет назад закончился договор с голландской организацией о сотрудничестве На данный момент я знаю некоторые, так скажем, варианты Я их знаю, но это не значит, что я располагаюсь сама какими-то возможностями Только вот перенаправление Наш телеканал помогает чем может Если есть люди, которые неравнодушны к проблемам и тоже желают помочь Просим вас позвонить на телефон редакции 42 06 49 Абитурент Карагандинского государственного университета имени Букетова выпал из окна Несчастный случай произошел в общежитии номер один университета Айбулат Дамыс является гражданином Монголии В Караганду он приехал для поступления в университет В 2013 году Айбулат обучался на подготовительных курсах Ему была выделена комната в общежитии Но, к сожалению, парень не смог сдать комплексное тестирование и не стал студентом За время обучения на курсах Айбулат обзавелся друзьями, которых он и решил посетить, придя в общежитие Не заметив того, что прикрытое шторкой окно было открыто Парень облокотился на него и выпал вместе со шторкой с седьмого этажа здания и скончался на месте В июле месяце, как он не поступил в университет Был выселен из общежития и уехал к своим родственникам 19 сентября пришел навестить своих друзей И в комнате 705, находившись в тот день, вечером Сидел у окна и не заметив, наверное, что окно было открыто По неосторожности, сделав резкие движения, он упал с окна Как утверждают сотрудники каргу, у них в общежитии строгий пропускной контроль Возможно, парень воспользовался тем, что его уже запомнили как проживающего Это уже не первый случай, когда студенты выпадают из окон своих комнат Три года назад девушка, неаккуратно сев на подоконник, выпала из окна Но в том случае комната, где находилась студентка, была на нижнем этаже Ануар Сидрахим, Кайрат Рашитов, Бахтя Роспанов, Первый Караганинский Через неделю работники юстиции будут отмечать свой профессиональный праздник Накануне торжественного дня сотрудники департамента юстиции области решили поздравить своего тезку Который в прошлом году появился на свет Как раз в канун празднования дня юстиции малыша так и назвали адлет, что в переводе с казахского языка означает юстиция 30 сентября – профессиональный праздник работников органов юстиции Теперь сотрудники департамента для малыша как родственники Малыш растет здоровым и жизнерадостным Работники органов поздравили Адилета с днем рождения Преподнесли подарки и теперь каждый год они будут встречаться Продолжая добрые традиции нашего органа, мы теперь взяли шествие над этим малышом И сегодня мы его поздравляем с его первым юбилеем в его годовщине дня рождения Желаем ему самое главное – здоровья Чтобы он рос большим азаматом, был гордостью для своей семьи Также рос во благо не только своих родителей и семьи, но и во благо нашего государства Два года назад указом президента были внесены дополнения в закон о профессиональных праздниках республики Казахстан 30 сентября является днем органов юстиции Теперь День юстиции будет сопровождать Адилета всю жизнь Как корабль назовешь, так он и поплывет Вполне вероятно, что Адилет в будущем станет участвовать в разработке новых законов республики Лариса Хусейнова, Эдин Жакан, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский В День языков народа Казахстана учителя пообщались между собой в онлайн-режиме из разных точек нашей области Интерактивный семинар был посвящен изучению государственного языка и реализации учебной программы по трехязычью в средних учебных заведениях В школе гимназии номер 39 имени Махжана Жумабаева прошел онлайн-семинар, посвященный Дню языков народа Казахстана В семинаре приняли участие педагоги нашего города Жезгазгана, Балхаша и села Шашубай Актугайского района Инициаторами и организаторами выступили учителя гимназии, обучающиеся на уровневых курсах в Центре педагогического мастерства и директор школы Также обучающиеся на курсах руководителей в городе Астана Этот семинар на сегодняшний день, я думаю, очень важен, потому что учителя будут делиться своим опытом Работы, которые провели за это время И это будет, я думаю, полезно и для нашего города На семинаре учителя с разных регионов нашей области выступили с докладами, посвященными сегодняшнему празднику Где подчеркивали важность знания трех языков Именно знание языков дает Казахстану возможность выйти на уровень развитых стран мира Происходит обмен мнениями, обобщение опыта, обобщение педагогического опыта По внедрению именно программы, государственной программы Три единства языков Именно такие семинары дают возможность учителям поделиться навыками и мнениями И дают новый импульс развития языков в стране К другим новостям Старым улицам Караганды было предложено дать новые названия В городской Маслихат по этому поводу поступило постановление Акимата Депутаты, рассмотрев материалы, назначили дату публичных слушаний Ведь без учета мнения горожан переименование невозможно Какие улицы города могут в скором времени называться по-новому, узнавала наш корреспондент От одного из известных людей в Казахстане поступило предложение Присвоить новое название улицы Шахтостроительной Чтобы она носила имя Сопыжана Ашляева Он был одним из первостроителей города Караганды Персональный пенсионер республиканского значения Ветеран труда Когда-то избирался членом обкома Комсомола Депутатом городского совета народных депутатов Был награжден орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне И за доблестный труд Он сделал много хорошего для карагандинцев Следующая улица, которая может переименована Улица Новоселов Возможно, она станет носить имя Жангужи Батыра Который когда-то возглавлял народно-освободительное движение Против гнётов, торгшихся ханов и колонизаторов От жителей 14-го микрорайона Караганды Что в Майкудуке Есть предложение по присвоению названия улицы архитектурной Имени Жаяумусы Казахского кына и композитора Наряду с многочисленными известными песнями Он оставил богатое литературное наследие Стихи и басни Отличившиеся его демократичными устремлениями Также жители Майкудука Предложили переименовать улицу 40 лет Октября В имени Рахамжана Кушкарбаева Советского офицера Участника Великой Отечественной Который в 1945 году Вместе с красноармейцем Григорием Булатовым Водрузил знамя победы на Рейхстаге За что спустя годы был удостоен звания Халка Хармана Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте городского маслехата www.karmaslehat.kz Публичные слушания по переименованию этих четырех улиц города Намечены провести через две недели В среду 8 октября в 18.00 часов В Доме культуры Нового Майкудука По адресу город Караганда Улица Магнитогорская, 19 Отметим, регистрация участников начнется уже в 17 часов Очередная победа хоккейного клуба «Сарарка» Сделала нашу хоккейную команду Лидерами турнирной таблицы Наши хоккеисты на выезде обыграли барсов с крупным счетом В очередном матче регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги В гостях подопечные Фетисова обыграли казанский барс со счетом 6-1 Шайбы на свое имя записали Евгений Гасников, Эрис Шевченко, Александр Васильев, Константин Савинков, Олег Ломака и Александр Шинкар Выигрыш позволил нашей хоккейной дружине расположиться первыми в турнирной таблице с 15 очками Следующий матч пройдет в Караганде 27 сентября с Усткаменогорским клубом «Касынк Торпеда» На азиатских играх в Инчхеоне самый титулованный карагандинский дзюдоист Максим Раков стал серебряным призером Весовой категории до 100 килограммов в честь сборной Казахстана на татами защищал наш земляк Максим Раков В предварительных встречах он уверенно одержал победу Японом над пакистанцем Хусейном Шахом и иранцем Джавадом Махджубом В финале он уступил одному из сильнейших борцов мира Найдану Тувшин Баяру из Монголии Также на соревнованиях в весовой категории свыше 100 килограмм принял участие еще один дзюдоист из Караганды Иржан Шинкеев И последняя информация на сегодня от товарищества с ограниченной ответственностью Караганды Су 25 сентября текущего года будут производиться работы по воду в эксплуатацию нового водовода диаметром 500 миллиметров протяженностью 1 километр по улице Новоселов Поэтому жители этой улицы и улиц Бакинская, Пичугина, Ерубаева, Ермекова, Комиссарова, проспекта Бухаржирау, дома с 68 по 79, улицы Тимирязева, дома с 1 по 14, проспекта Мунуркена-Абдирова, дома с 15 по 25 и улицы Пассажирская, дома с 8 по 16 должны быть готовы к прекращению подачи питьевой воды Рекомендуется потребителям иметь ее суточный запас Работы по врезке нового водовода будут начаты в 0.00 часов 25 сентября и закончатся в 23.00 этого же дня Караганды Су приносит извинения за временные неудобства Это все, о чем мы хотели вам рассказать Спасибо за внимание Аман Сауголвздар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова